Второй урок. И сегодня мы с вами будем пробовать делать тренировочное упражнение, чтобы делать вот такие вот элементы городецкой росписи. Потому что они в технологических этапах все очень похоже прописываются прям по всем листьям, прописываются по всем цветам. И сейчас мы с вами это все попробуем. Но для начала, для начала мы с вами очертим на формате А4. Я взяла тонкий лист и карандашом сверху мы сделаем вот такую вот линию. Здесь у нас будут тренировочные упражнения по цветам. Ориентировочно где-то, смотрите, расстояние сантиметров с силой. Можно прям даже линейка померить. Сделали и сделайте здесь несколько кружочков. Три-четыре штуки. Мы с вами потренируемся делать цветовое пятно. И так же давайте мы прям рядышком с этими цветами сделаем листики. Здесь вот прям в промежутках. Листик раз, листик два, листик три. Сделали разметку. Здесь мы с вами потренируемся в красках делать именно по цветам цветовые пятна. А в этой части мы сейчас с вами потренируемся делать несколько элементов. Можно поделить лист на две части здесь пополам. Здесь еще на две части пополам. И здесь на две части. Давайте так с вами сделаем. И как раз таки в этих плоскостях мы с вами и потренируемся. Нам понадобится на этот урок две краски. Можно взять красную. У меня вот такая вот из гуаши просто красная. И вот такая вот зеленая темная. Из моего набора. Можно взять любой цвет красного и любой цвет зеленого. Также понадобятся кисти. Кисть возьмем одну побольше и две поменьше. Две поменьше пока отложим и возьмем одну побольше. У кого-то это тройка, у кого-то четверка. У меня вот тройка. Подойдет тройка, либо четверка. Если есть пятерка, можно пятерку. Открываем краску. Берем немного краски на кисть. Краска такая вот прям, она не сухая. Видите, она прям такая свеженькая. Я беру немного краски на кисть. Беру палитру. Краску развожу на палитре. Беру немножко воды. Вот прям воды немножко. Вот так вот сейчас вам покажу. Немного воды. Добавляю вот сюда вот в краску. И делаю такое состояние прям жидкого-жидкого йогурта. Либо таких вот 20% сливок. То есть краска не должна быть очень жидкая. Она не должна быть прозрачная. Ни в коем случае. Что значит прозрачная? Ну вот, например, вот так вот. Как акварель. Вот такая она не должна быть. Она должна быть высоко пигментированная. Вы, соответственно, должны взять побольше краски и прям немного воды добавить и размешать до такого состояния. Сделали. Набрали краску на кисть. И первое наше упражнение будет по отработке цветового пятна. По вот этой вот разметке, которую мы с вами сделали в цветах. Понимаем то, что у нас круги. Это наши будущие цветы. Поэтому кисть при росписи мы всегда держим перпендикулярно расписываемой поверхности. Вот прям прямо перпендикулярно к расписываемой поверхности. И начинаем полкруговой делать круговое движение. Сверху. Раз. Ворсом прям всем давим на кисть. И снизу делаем. Также проводим по круговой. Проводим ворсом 2. И серединку закрашиваем. Также тренируемся со вторым цветком. Сверху мазок. Прокручиваем прям ворс кисти по круговой. Снизу мазок. Прокручиваем ворс кисти по круговой. И закрашиваем. Следующий. Также круг мы делаем по круговой и снизу по круговой и закрашиваем и также делаем следующий цветок 1 и 2 и закрашиваем внутреннюю часть если у меня была бы кисть побольше например пятерка или четверка можно было бы сделать прям с двух мазков без закрашивания сердцевинки серединке вот это вот можно попробовать вот вот здесь вот в промежутках тоже сделать маленькое цветовое пятно как раз 2 мазков 1 и 2 то есть кисть ворс кистика вы прокручиваем по круговой у вас получается очерченный такой круг окружность будущего вашего цветка дальше кисточку промываем я беру зеленый цвет и сейчас попробуем с вами я у меня 3 тройка белка сделать тренировочные первое упражнение самые самые базовые которые нам необходимо будут дальнейшем при росписи открытки и так я развожу краску опять-таки до состояния такой высоко пигментированных таких вот сливок либо такого вот жидкого питьевого йогурта вот смотрите и смотрите что я делаю кисточки у кисточки должен быть всегда острый кончик когда мы расписываем делаем вот сейчас будем делать элементы как сделать острый кончик кисточку проворачивайте о край палитры именно у кончика кисточки вот здесь вот на большей стороне кисти должно быть наоборот краска а вот на кончике кисть провернули и сделали острый кончик и первое упражнение тренировочная база будет называться у нас капелька капелька также мы держим кисть перпендикулярно расписываем поверхности ладонь у нас находится на расписанной поверхности до на рабочей поверхности можно вот так прямо перец а и у вас двигаются ваши пальчики ваши пальчики вот так вот сверху не сейчас будут движению нас эти капельки смотрите мы сейчас сделаем вот такую вот каплю как ее сделать виду того что у нас острый кончик изначально мы как бы едва касаясь листа ведем вниз 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 нажимаем постепенно на ворс и потом приподнимаем отпускаем кисть и у нас получается капля еще раз набираем краску набираем краску на кисть делаем острый кончик и еще раз пробуем движение сверху вниз кисточку держим перпендикулярно расписываемой поверхности и ведем движение сверху едва касаясь листа ведем вниз нажимаем отпускаем кисточку как бы когда нажали приподнимайте прямо вверх еще раз раз отпускаем еще раз раз отпускаем и вот такую каплю можно сделать побольше размером поменьше размером кисточку держим перпендикулярно то есть она должна быть относительно под прямым углом и таких капель можно сделать как такие капли можно сделать длинными можно сделать средними по размеру просто амплитуда будет уже меньше такого вот движения прям едва коснулись дальше ведем постепенно нажали и отпустили постепенно нажали и отпустили постепенно нажали отпустили еще раз движение всегда у нас идет сверху вниз и здесь в капельке да но едва касаясь листа и постепенным нажимом также можно сделать прям маленькие капельки вот маленькие капельки делаются проще всего просто Тут кисточкой дотронулись, сразу нажали и отпустили. Получается прям маленькая капелька. Это у нас прием таких вот капель. Капли можно сделать как сверху вниз, так и снизу вверх, пожалуйста. Здесь движение идет снизу, постепенным нажимом наверх и отпускаем. Движение снизу, постепенно нажимаем, отпускаем. Нажимаем, отпускаем. Это у нас будет капля. Также можно сделать каплю побольше, каплю поменьше, средняя по размеру и прям маленькие капельки. Это у нас первый такой вот элемент, элемент капли. Следующий у нас элемент капли с поворотом. Та же самая капля, но вы как бы очерчиваете полукруг такой. Сейчас я вам движение нарисую. Вот представьте, что здесь полукруг. Можно даже карандашиком это наметить, но я сделаю краской. И вы по этой форме делаете каплю раз и нажимаете. С поворотом, каплю с поворотом раз и нажимаете. Начинаете прям слегка касаясь листа. Кисточку держим перпендикулярно, не отрываем ворс от поверхности. Нажали, отпустили. Нажали, отпустили. Как бы проворачиваете кисть, повторяете. Движение рукой должно быть такое вот полукруглое, как будто бы. Так можно сделать правую сторону и можно сделать мазок раз, побольше каплю, мазок раз, поменьше и еще меньше каплю. То есть на уменьшение. Еще раз, еле касаясь, как будто бы проворачиваете кисть по кругу, делаете нажим в самом конце, формируя каплю с помощью ворса. Такую каплю можно сделать именно с помощью беличьей кисточки, потому что вот эта вот мягкость ворса дает вот этот вот полуокруглый такой мягкий мазок. В отличие, например, от синтетической кисти, синтетическая кисть может давать, наоборот, такой обрывистый мазок, не полукруглый, а такой немножко плосковатый. То же самое мы делаем влево, то есть поворот налево. Коснулись листа еле-еле и как будто бы делаете движение, проворот такой вот по кругу. И делаете нажим в самом конце. И также мы работаем и с большой амплитудой, и с меньшей амплитудой. В зависимости от измены вот этой вот амплитуды, как мы ее меняем, у нас капля получается либо больше, либо меньше. И можно прямо сделать каплю побольше, среднюю и поменьше. Так, следующее у нас упражнение будет, это так называемая дуга. Она также есть у нас во всех практически цветах. Я буду делать это той же самой кистью. Той же самой кистью. Дуга у нас состоит из двух капель. Капля вправо с направлением, капля влево. При соединении у нас образуется дуга. И еще раз. Капля с поворотом направо. Еле касаясь листа, кисточку держим перпендикулярно на расписываемой поверхности. Каплю поворачиваем в левую сторону. Получается дуга. Дуга может быть большая. Дуга может быть поменьше. Дуга может быть еще меньше. А когда у нас у цветка есть еще прорисовка лепестков, вот я сейчас кисточку поменяю. Возьму белку номер два. Вот прорисовки лепестков там вообще вот такая вот прям маленькая аккуратная дуга. Как капли еще раз. Раз, два. Вот эти вот капли с поворотом у нас встречаются в единой точке посередине. То есть нажим у нас основной вот здесь вот делается. Да, посерединке. Можно, конечно, каплю делать и с одного нажима. Например, я беру кисть колонок номер один. Колонок номер один. Держу кисточку перпендикулярно на расписываемой поверхности и могу сделать с одного нажима. Раз, два, три. Вот. С одного, так скажем, мазка. То есть мы еле касаемся листа. Постепенно нажимаем, нажимаем дальше. Постепенно уходим, когда наверх. Отпускаем кисточку, как бы поднимаем вверх. У нас амплитуда становится меньше, давление на кисть. И получается вот здесь вот острый кончик. За счет этого. Такое можно, конечно, сделать и кисточкой вот двойкой. Тоже с одного мазка. Но это вот нужно прям потренироваться, чтобы с одного мазка так получилось. И такое вот у нас движение дуги получается. Потренируйтесь до конца листа. Прям посмотрите. Поменяйте вот прям кисти. Попробуйте разные. Попробуйте движение с одного мазка, с двух мазков. И как у вас получится. Здесь рука на самом деле ставится прям конкретно в основном на тренировочных упражнениях. То есть, чем больше вы тренируете, тем лучше. У меня на курсе вот по интенсиву, базовому курсу росписи по цветам. Там очень большой блок как раз таки посвящен вот этим тренировочным упражнениям. Их достаточно больше, чем вот я сейчас показываю. Но вот эта вот база, это основа основ. Вот. То есть, уже при этой базе, если вы сейчас будете знать эту базу, вы можете сделать открытку, ее расписать. Следующий элемент, который мы с вами потренируем, это у нас травинка. Элемент травинка. Как он делается? Я беру кисточку номер два. Номер два. Белка. Опять-таки, развожу краску на палитре до состояния высокопигментированного такого йогурта, либо таких вот сливок. Краска не должна быть прозрачной, должна быть достаточно плотной, высокопигментированной. И в то же время, смотрите, чтобы не было ни в коем случае прям вот, знаете, такой воды-воды. Так. И следующее упражнение на травинка. Выглядит оно вот так вот. Вот это вот упражнение встречается в гордецкой росписи, когда делается птичка, например, хвостик пишется у птички. Вот таким вот образом. Когда делаются привязки в цветах и листьях. Когда рисуется сам листочек, потому что он формируется как раз-таки из травинки. Раз. Разворот. Два. И закрашивается. Сейчас мы с вами это тоже нарисуем. Как делается травинка? Здесь в данном случае, вспомните, как мы делали каплю с поворотом, да? Потому что каплю можно делать не только сверху вниз, но и снизу вверх. Да? То есть можно даже сначала потренироваться сделать каплю с нажимом. Но мы, как мы должны сделать травинку? Начинаем движение снизу вверх, нажимаем, но кисточку прям не отпускаем сразу, ведем как бы дальше на уменьшение. Нажим делаем меньше и уводим в тонкую-тонкую линию. Еще раз. Движение снизу вверх, кисточку перпендикулярно расписываем поверхности, постепенно нажимаем и не отпуская кисть дальше ведем, но амплитуду меняем, нажим убираем, то есть делаем прям такой легкий-легкий, практически кончиком в конце рисуем. Это делается постепенно. Если вы резко сделаете, то у вас может получиться обрывистый кончик, а вам нужно вот прям нежно, аккуратно, постепенно, как бы вы отпускаете. За счет этого у нас формируется травинка. Также можно сделать травинку побольше, поменьше и еще меньше. Травинка может быть также вот такой вот изогнутой, как вот стрелка такая, как делают в визаже стрелку. Представьте себе, та же самая травинка. Потому что из вот этого формируется опять-таки лист. То есть мы вот так вот завернули, здесь делали травинку, закрасили, у нас получился листик. И давайте с вами вот здесь вот на листочке потренируемся. Сейчас я опять-таки набираю краску на кисть и делаю травинку сверху. Раз. Да, с острым кончиком можно еще раз. Раз. Здесь. Оп. И закрашиваем. То есть мы по форме действуем. По форме листочка раз. По форме повторяем форму, такую изогнутую линию. И здесь прям закрашиваем. У нас получается листочек. И в оставшихся промежутках можно как раз-таки попробовать сделать от руки. Расписываемую поверхность можно поворачивать. Вот смотрите, я сейчас делаю листочек. Раз. Сразу от руки. Два. И закрашиваю по сердцевинке. Так. Попробовали. Дальше. Смотрите. Вот у нас образовался наш прекрасный-прекрасный цветок будущий. Что можно сделать с ним? Мы сейчас с вами его оживим. Как мы это сделаем? Давайте возьмем с вами карандаш и наметим сердцевинку. Намечаем сверху на каждом цветочке сердцевинку. Карандашиком. Дальше. Из чего у нас состоит цветочек, да? Здесь у нас всегда проходит вот такая вот дуга. Она меньше, чем вот этот вот основной размер. повторяет форму цветка. Поэтому мы также делаем разметку с помощью карандаша вот этой вот дуги. и сделаем вот такие вот малые дуги, вот такие вот малые дуги, как лепестки. Они у нас будут формироваться как раз таки здесь. Начинаем с нижнего лепестка. Прям нижний можно пометить. Он прям находится напротив вот этой вот сердцевинки. Нижний лепесток строится. Может выходить чуть-чуть за пределы круга, ну прям немножечко. Но так в пределах делайте в основном. Дальше вот эти вот дуги идут на уменьшение. Аккуратненько. На уменьшение. И как бы одна, один лепесток повторяет в другой, отзеркаливая его. Здесь то же самое. Это мы сейчас с вами делаем разметку, по которой мы с вами потом будем делать, отрабатывать вот эти упражнения, которые сейчас потренировали. Потренируемся как раз таки на цветах. Так. Так. И здесь. Раз, два, три. Листики и лепесточки на цветочках. Сделали. Дальше. Смотрите. Помимо основной зеленой и красной краски я достала еще белила титановая. Белый цвет. Немножко у меня тут, конечно, загрязняется. Ничего страшного. И черный цвет. Смотрите. Сердцевинки мы с вами сделаем черным цветом. Я беру кисточку, белку номер два. Беру немного черной краски. Делаю состояние опять-таки вот такого высокопигментированного. И сверху по просохшему вот этому слою мы сейчас с вами сделаем сердцевинки. Кружочек вот этот мы обводим. на каждом цветочке и закрашиваем. Обводим кружочек и закрашиваем. Обводим по кругу. Кисточку держим перпендикулярно, когда делаем обводку и закрашиваем. И еще раз здесь обводим и закрашиваем. И закрашиваем. Отлично. Дальше. Вот этот вот разведенный черный цвет мы перемешиваем немножко с красным. Опять-таки, мы сейчас будем делать для тренировки. У нас цветовая гамма чуть будет другая на открытке. но для тренировки, вот базовой тренировки упражнений по городецкой росписи это прям идеально. У нас получается такое красное при смешивании с черным получается коричневатый оттенок. Вот. Ну, то есть, где-то 50 на 50 прям краску смешали. Краска высоко пигментированная. Делаем, проворачиваем кисть, делаем острый кончик. Острый кончик. Сделали. Смотрим, чтобы у нас был он идеально острый. И сейчас мы с вами повторим вот этот вот элемент дуги самый крупный на цветке. Что мы делаем? Начинаем вот по этой дуге по размерке карандашом делать раз с постепенным нажимом вот сюда в серединку. Капли с поворотом направо, капли с поворотом налево и они встречаются вместе. Опа! И образуют дугу. Дальше. Следующий цветок тоже самое. Раз и два образуя дугу. Следующий цветок. Еще раз. Еле касаясь постепенным нажимом нажали отпустили. Еле касаясь постепенно нажимаем отпускаем. Если вдруг где-то вы понимаете, что боже мой вот здесь вот у меня немножко вышло за пределы ничего страшного всегда можно аккуратненько все это подкорректировать. То есть в росписи вот прям таких вот математических расчетов нет. Самое главное, чтобы это гармонично все в целом смотрелось. Дальше мы делаем следующий цветок. То же самое. Раз. Дугу формируем из двух мазков. Сделали. Следующую кисточку вы можете поменять либо рисовать той же самой двойкой. я возьму единичку колонок, размешаю цвет. Если у вас излишки краски либо воды на кисточке образовываются, вытирайте тряпку хлопчатобумажную, чтобы излишки воды у нас тряпка впитала. Итак, набираю на кисть, делаю, проворачиваю кисть обортик, проворачиваю только кончик кисточки обортик, чтобы у нас образовался острый кончик. Возвращаюсь в наш цветок и делаю первый лепесток с помощью дуги малой. Я делаю с одного нажима, потому что дуга относительно небольшая, и ее можно сделать с одного нажима. Если вам с одного нажима сделать тяжело, ничего страшного, просто делайте вот так вот раз и два с двух нажимов. То есть как бы как рисуете вот капельку, капелька вправо, капелька влево, и встретились они, и у нас образовалась дуга. Еще раз вот здесь вот я с одного нажима сделаю, и у нас смотрите, уже вырисовывается цветочек. Вот этот вот этап, первый этап, который мы делали, он называется подмалевок, то есть основное цветовое пятно. Второй этап, когда мы рисуем именно темной краской, прорисовываем контуры, то есть нам уже понятно, что это за цветок. Этот этап называется в городецкой росписи теневка, да, за счет того, что мы работаем темной краской. И делаем опять-таки на втором цветке такие же лепестки. Тренируем. Дальше еще и еще. Лепестки еще раз смотрите, у меня идут на уменьшение, то есть самый нижний под сердцевинкой, напротив сердцевинки он идет всегда чуть большим и дальше уже расходящиеся от него лепестки на уменьшение, они соответственно меньше. Следующий, еще раз расписываемую поверхность, вы можете крутить, вертеть так, чтобы вам было удобно все это расписывать. Кисточку держим перпендикулярно расписываемой поверхности и еще раз повторяем вот эти движения. если где-то ушли там за линию подмалевка, это тоже не критично. Так, 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 сделали, сделали, сделали. И последний цветок у нас остался. Чем больше вы отработаете таких тренировок, сделаете, тем лучше вам будет в дальнейшем ориентироваться и увереннее себя чувствовать именно, когда вы будете рисовать саму открытку и выполнять роспись цветочную. Сделали. Еще раз, еще раз, и еще раз. Смотрите, какая у нас красота. А на листиках мы возьмем промоем кисть, промоем кисть, я возьму черный цвет краски, черный цвет, правда уже размешан, тонкой кисточкой, колонком номер один, в городецкой росписи подчеркивается листик черным цветом с одной стороны, вот так вот тоненько, как травинка, но прям тоненько-тоненько, вот здесь смотрите, я покажу, раз, два, подчеркивается листик всегда в основном с одной стороны, традиционно, как такая теневая часть в листике. раз, два, то есть у нас уже вот так вот контурно все это дело проявляется. Сделали. Сделали контурный рисунок. Смотрите, у нас здесь остались такие ягодки. И остался коричневый цвет, которым мы также можем воспользоваться. Что можно сделать? Мы берем коричневый цвет, делаем в центре вот этих вот ягодок по точечке. как сделать точечку. Набираете краску на кисть, на ворс. Не делайте острый кончик, набрали краску, вот здесь вот на травинках можете потренировать. Просто сверху вот так вот берете и на кисточку делаете нажим, у вас получается точка. Вот так же мы делаем точки по всем нашим ягодкам прекрасным. Дальше, так как ягодки небольшие, я буду продолжать работать этой кистью, колонком номер один. Я опять набираю краску на кисть и делаю уже острый кончик. Вокруг вот этой вот точки можно даже карандашиком пометить, я буду делать дуги. У меня будет порядка двух-трех дуг. Вот здесь вот я сделаю карандашом, а здесь делаю уже от руки. И мы вокруг этой точки делаем такие вот половинчатые дуги. Раз, два, три. Сделали. Это тоже этап теневки в данном случае на ягодке. Еще раз. Раз, два, три. Я делаю с одного мазка. Следующие. Раз, два, три. Сделали. Промываем кисточку. И нам остается последний этап, который у нас называется оживка. Мы работаем на оживки уже только белой краской. Желательно, чтобы краска была белой, белой. Если она у вас грязноватая, вот как у меня, немножко я ее, конечно, испачкала. Лучше ее дополнительно чистыми кистями промыть. Воду перед тем, как наносить уже белый цвет, лучше поменяйте, а палитру помойте. Итак, на оживке я уже буду работать белым цветом. Беру колонок номер один, беру немного белой краски, развожу на палитре. Краска достаточно должна быть такая пигментированная, непрозрачная. Кончик делаем острый на кисточке. И что мы делаем? Сначала подводим сердцевинку с помощью элемента дуги. Подводим ее прям по форме вот этого круга. Раз, подвели. Если у вас краска заканчивается, берем снова краску на кисть, возвращаемся в то же место, где мы не закончили и заканчиваем. Рисуем практически кончиком. Так я делаю на всех цветах сразу. Вот. давайте мы с вами два цветка конкретно проработаем вот эти два цветочка, а остальные вы уже доработаете самостоятельно. Делаем точку. Здесь подвели, подвели. Дальше. Смотрите. Можно наметить карандашиком внутри как бы у цветка идет прорисовка тоже лепестков, но тех, которые у нас находятся на свету. Здесь повторяется лепесток сверху. Делается, формируется вот такая вот дуга. А от этой дуги у нас будут формироваться капли с поворотом. Сейчас вам покажу. Вот дугу можно наметить прям карандашиком и по этой дуге вы прям берете белой краской подрисовываете эту дугу. Еще раз дугу подрисовываете водичку можете периодически окунать кисть, если понимаете, что краска у вас суховато идет, либо добавить на палитру чуть воды, размешать получше, но так, чтобы опять-таки краска была не прозрачная, пигментированная. Внутри можно сделать сеточку. Как делается сеточка? Еле касаясь, прямыми линиями параллельно делаем под углом вот такие вот полоски. Один угол и дальше берем и вот так делаем полосочки то же самое, но в другую сторону, под другим углом. То же самое мы делаем на другом цветочке. Кисточку опять-таки держим перпендикулярно расписываемой поверхности. Такую сеточку можно подвести и вот здесь на сердцевинке либо сделать маленькую-маленькую такую дугу. Дальше. Вот здесь вот на этих лепестках мы можем взять и повторить форму лепестков с помощью дуг. Это у нас будет оживление вот этой росписи. Почему она называется как раз-таки оживка? Будет показываться дополнительной объемной цветочки уточняться и цветочек будет приобретать совершенно уже другой вид. То же самое делаем здесь. Раз, дуга подвели, раз, дуга подвели. Причем у вас эти дуги могут не совпадать. Вот здесь у меня совпадают с лепестком, а здесь не совсем совпадают. Если не совпадают, это не критично. И дуги я делаю также на уменьшение. То есть дуга больше, потом на уменьшение. Меньше, 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 меньше. Самая большая дуга у меня снизу напротив сердцевинки. И у нас остается элемент капельки. Капельку я буду делать с помощью кисти белки номер два. Меняю кисточку, беру белый цвет также на палитру, размешиваю и обязательно опять проворачиваю кончик кисточки о край палитры о бортик, чтобы сделать острый кончик. Можем развернуть расписанную поверхность и делаем каплю с поворотом. Раз, набираем еще раз краску на кисть, потому что суховато здесь уже идет. Дальше еще раз. Раз, два. Еще раз набираем краску на кисть, острый кончик, капля поменьше, средняя капля и побольше. Смотрите, капля прям повторяет форму вот этой темной дуги. Она проходит прямо рядом с ней, не заезжая на нее. Вот. И еще раз. Раз, два, три. Можем начать наоборот с большой. Раз, два, и на уменьшение. Три. И внутри можем взять кисточку колонок номер один сделать просто для украшения. Раз, два, три. Три точки на цветочки. Как такие росиночки. А-ля. Вот. Сделали. И делаем листочек. У листочка рядом с темной стороной вот этой вот темной полоской такой травинка, которую мы с вами обрисовали, всегда идет еще раз тоненькая полоска традиционно в городце. Как травиночка, только белым цветом. Мы так же делаем. Сделали. Дальше я меняю кисть, беру белку номер два, размешиваю на палитре цвет, достаточно пигментированный, делаю острый кончик у, ну, как раз таки на краю борса. И здесь вот я хочу сделать капельки. Раз, капелька, два, капелька с поворотом причем. И в зависимости от того, какого размера у нас листок, у нас будет количество капель. Может быть, капель побольше, может быть, поменьше. Зависит еще от самой капли. Если она очень узкая, можно сделать побольше. Если очень широкая, можно сделать поменьше. То есть, это тоже можно варьировать. Можно вообще обойтись, вот, например, здесь вообще две капли сделать. Тоже как вариант, да, и вот эту вот линию. Смотрите обязательно, чтобы только был высоко пигментированный цвет, потому что от него прям очень зависит много чего. Так, сделали, промываем кисть, и у нас остаются ягодки. Я беру, меняю кисть на колонок номер один, размешиваю краску, набираю на кисть, делаю точку, вот где у нас была тонкая, маленькая точка, я делаю точку также белую и отзеркаливаю вот эти вот дуги, которые у нас были, но уже белым цветом. Раз, два, три. То же самое с этой стороны. Раз, два, три. Вот так вот у нас получилось. Итак, цветовое пятно подмалевок, теневка это у нас тёмный контурный рисунок тёмной краской и оживка работа в основном светлыми красками в основном по традиционной технологии выполняется белилами, то есть белым цветом. Вот такой вот у нас результат получился. Я надеюсь, вам этот урок понравился. Не останавливайтесь только вот на этом. Я вам рекомендую сделать ещё дополнительное лист вот таких вот базовых упражнений. На такой базе строится на самом деле роспись всего. То есть если мы с вами посмотрим какую-нибудь вот у меня есть расписанная открытка, посмотрим с вами основные элементы, всё состоит из капелек, состоит из каких-то точек, травинок, дуг, везде, всюду, ну и соответственно цветовое пятно по форме. Пробуйте. если что-то не получается, чем больше вы тренируете вот этих тренировочных упражнений, тем лучше у вас закрепится навык при росписи. И мы с вами встретимся уже в следующем уроке, где будем расписывать саму открытку по вот этой пройденной нашей технологии и на основе базовых тренировочных упражнений. До встречи! Продолжение следует...